Парламент Украины признал геноцид крымских татар и назвал политику России в их отношении этноцидом. Постановление признает депортацию народа из Крыма в 1944 году геноцидом и устанавливает 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. При этом по предложению нардепа Николая Княжицкого в постановление внесли положение о нынешней политике России сознательного этноцида крымских татар. Из солидарности с Крымлы нардеп Юрий Лозовой говорил с трибуны на крымско-татарском языке. Документ поддержали 245 народных депутатов. При этом, например, один крымчанин не голосовал. Это Сергей Куницын, он входит во фракцию блока Порошенко. Не голосовали и почти все представители УПА-блока. Только один нардеп из этой фракции, Юрий Мирошниченко, отдал свой голос за постановление. Напомним, в феврале прошлого года Мирошниченко заплакал в эфире «1 плюс 1» и просил прощения за события на Майдане у украинцев. Остальные представители УПА-блока еще до голосования объясняли свой будущий поступок по-разному. Мы поддерживаем крымско-татарский народ, но мы не поддерживаем пиарские акции, которые проходят на этом тле, с боку некоторых народных депутатов. Мы сейчас вызначаемся фракцией, вызначаемся и принимаем решение, что не вызначилось. А это был геноцид в 2004 году? Ну, смотрите, прежде всего, есть хотя бы одна страна в мире, которая вызнала это геноцидом. Это так же, как Голодомор. Вот мы вызнаем Голодомор, есть у нас закон, но при этом, когда вернулись до других стран страны, чтобы Голодомор вызнали геноцидом, вы знаете эту историю. Так же и тут. Нам нужно юридично, грамотно подойти. То есть, мы вызнаем, что было гнобление крымско-татарского народа. Чи подпадает это под святую норму геноциду, вот тут нам нужно радиться с европейскими юристами, святовыми юристами, чтобы мы приняли правильное решение. З опозиционного блоку проголосовал лише один народный депутат, пан Мирошниченко, все другие або не голосовали, або отривалися. Это их позиция. Они не могли голосовать другие, поскольку опозиционный блок по всех таких вопросах, которые, знаете, принципово важливыми для усведомления украинским суспильством своего сегодняшнего стану, для сбережения исторической памяти, их хозяева Москва надает им команду не голосовать. И они не могли голосовать за эту постанову. Напомним, в течение трех суток, начиная с 18 мая 1944 года, из Крыма депортировали больше 238 тысяч корымлы. Почти все крымско-татарское население полуострова. В местах депортации в первые же три года от голода и болезни погибло до 46% депортированных. Данные об этом активистам крымско-татарского народного движения удалось собрать в 60-х годах.